Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Вы упорно трудились весь этот год не ради этих замечательных призов, а во благо и благополучия ваших трудовых коллективов, ваших предприятий. На новых машинах к новым достижениям. В Новосибирске наградили лучших работников сельского хозяйства. В администрации Кировского района проведена выемка документов, имеющих значение для уголовного дела. Допрашиваются в качестве свидетелей работники управляющих компаний и администрации района. Следственные действия после бездействия чиновников. Телевизионный сюжет про непригодную для жизни квартиру стал поводом для возбуждения дела. Когда мы видим газеты, в которых упоминается Сахаров, который еще не выпалит, в котором пишется о гастролях Лоттер Шевченко, которая только что вернулась из лагерей. Беспризорник, который стал академиком и другие легенды Академгородка. Где можно в деталях увидеть историю создания научного центра. Новенькие автомобили и денежные премии. Сегодня в Новосибирской области наградили передовиков агропромышленного комплекса. В регионе отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Андрей Баев продолжит тему. Дорогие друзья, глава крестьянского хозяйства Назару Николай Владимирович, Красноярский район. В Большом зале регионального правительства чествуют лучших из лучших передовиков агропромышленного комплекса Новосибирской области. Они получают сертификаты на новую технику и благодарственные письма губернатора. У нас есть авторитет. У Новосибирской области, у селян, у агропромышленного комплекса Сибири есть авторитет. И в этом на самом деле заслуга каждого сидящего в этом зале и каждого, кто работает в вашей отрасли. Я еще раз хотел бы вас поздравить с успешным завершением уборочной кампании, поблагодарить за вашу работу, пожелать крепкого здоровья, хороших урожаев и доброй погоды. Сразу после награждения, прямо у крыльца концертного зала КАЦА, глава региона вручает ключи от новеньких автомобилей. В этом году это джипы УАЗ Патриот и автомобили Ларгус. Очень хорошо и огромное спасибо, что обратили на нас внимание, на малые крестьянско-фермерские хозяйства. Для работы мне очень удачно. Кроме праздничной концертной программы, уже в зале вновь слова благодарности тем, кто без преувеличения кормит страну. Без вас, без тех, кто любит свою землю, без тех, кто работает на этой земле, мы процветать не будем. Прирост экспорта сельскохозяйственной продукции сибирских регионов по этому году – более 800 миллионов долларов. И он растет. И это все заслуга тех людей, которые работают на земле. Спасибо вам за работу и с праздником вас! Выдающимся работникам сельскохозяйственной отрасли вручают высшую региональную награду – нагрудный знак к почетному званию «Заслуженный работник сельского хозяйства Новосибирской области». Хотим вас заверить, уважаемые друзья, что все, что от нас требуется, как от депутатов, которые представляют сельскую местность, Новосибирскую область, законодательное собрание, все госпрограммы, все всевозможные коррекции законов или чем мы можем вам помочь, мы всегда будем это делать, потому что мы понимаем, насколько востребован, насколько значительный и стратегически важен ваш труд. В этом году наши аграрии намолотили 2 миллиона 600 тысяч тонн зерна. Новосибирская область по-прежнему лидирует в Сибири по производству молока. Останавливаться никто не намерен. Андрей Баев, Андрей Дулепов, Новость ОТС. С 1 декабря в России вступает в силу несколько новых законов. Так, обязательную маркировку будут теперь наносить на автомобильные шины, фотоаппараты, духи и изделия легкой промышленности – от пальто до постельного белья. Таким образом можно будет проследить всю историю товара – от производства до прилавка. Еще одно новшество – в стране ввели экологический стандарт Евро-6 для бензина. Он регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах – не более 130 граммов на 100 километров пути. В администрации Кировского района Новосибирска сегодня проходили обыски. Исследователи изымают документы и опрашивают работников. Дело возбуждено после сюжета нашего телеканала о семье Кригер, которая живет в муниципальной квартире, где рушится потолок, а стены покрыты плесенью. В рамках расследования уголовного дела в администрации Кировского района проведена выемка документов, имеющих значение для уголовного дела. Допрашиваются в качестве свидетелей работники управляющей компании и администрации района. А также выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается. Допрашивая также руководителя управляющей компании, напомню, в квартире пришлось закрыть одну из комнат. Существует угроза обрушения. О семье с двумя детьми, один из которых инвалид, предложили временно разместиться в квартире площадью 21 квадратный метр. В мэрии города сообщили, капитальный ремонт дома запланирован на 2023-2025 годы. Добавлю, что семья Кригер стоит на очереди на улучшение жилищных условий, но права на внеочередное предоставление нового жилья она не имеет. Бывший руководитель Куйбышевского горводоканала отправится в тюрьму на 8 лет. Суд признал его виновным в получении крупной взятки. Следствие установило, что чиновник получал вознаграждение за выдачу технических условий на подключение жилых домов к инженерным сетям. Кроме того, брал деньги за подключение муниципального контракта для прокладки трубопроводов по территории Куйбышева. Согласно приговору, после освобождения бывший начальник горводоканала не сможет занимать руководящие должности в течение пяти лет. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский сегодня рассказал об итогах строительства и реконструкции дорог в Новосибирской области. В этом году по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги отремонтировали 186 километров на 20 больше плана. Стоимость ремонта более 6 миллиардов рублей, почти половина из них средства федерального бюджета. Ремонт магистрали продолжится весной, а к 2024 году в нормативное состояние необходимо привести больше тысячи километров дорог. Особое внимание уделяет безопасности дорожного движения. Совместный выезд вместе с представителями строительного контроля, федеральным управлением дорог Сибири, общественниками ГИБДД и на жесточайший контроль все объекты национального проекта. Например, улица Большевицкая, где были выявлены замечания как по выравнивающему слою, там было отфрезеровано порядка 6-7 тысяч квадратных метров, так и были вопросы по верхнему слою, там тоже порядка 10 тысяч. Подрядчик просто отфрезеровал и переложил по новой за свой счет до тех пор, пока не было подтверждено качество работы. К другим темам. В Новосибирском театре оперы и балета после реконструкции открылась главная сцена. Ремонт длился с конца прошлого сезона и сегодня первый спектакль, премьера балета драгоценности. Подробнее во время антракта готов рассказать мой коллега Алексей Кудинов, он на связи со студией. Алексей, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, Иван. В Новосибирске сегодня дают первый балет. Это премьера, балончина, драгоценности. Действительно все дело в том, что большая сцена нашего театра была закрыта на реконструкцию, которая длилась несколько месяцев. И вот сегодня впервые этот зал открыт для зрителей. Как вы видите, сейчас антракт, но действие будет продолжаться. Это, по сути дела, продолжение большой программы по капитальному ремонту и реконструкции. Я хотел бы поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации, Николая Павловича в его лице, все Министерство за вот такую последовательную поддержку этих работ. И очень здорово, что основной объем этого мы успели сделать до важной даты. Мы все помним, что в следующем году двойной юбилей, юбилей Великой Победы, 75 лет, и юбилей нашего театра. Зрители почувствовали обновления, только войдя в зал. Во-первых, новый занавес, огромный, красивый, который привлекает к себе внимание. Во-вторых, изменился второй ярус, теперь называется билетаж. Там новые кресла, у каждого кресла своя вентиляция. Вообще сидеть гораздо удобнее, чем было раньше, и это вот заметно всем. Кроме того, достаточно большой объем ремонта уже выполнен в тех помещениях, которые для простого зрителя закрыты. Это оперная часть здания, гримерки, цеха, репетиционные залы. Все это будет обновляться и в следующем году. И вообще программа реконструкции театра рассчитана еще на несколько лет. Самое важное, то, что мы сделали, безусловно, это полностью мы сделали новую верхнюю механизацию и нижнюю механизацию. Мы сделали полностью обновление оркестровой ямы, которая на сегодняшний день. Мы вчера делали тестовый запуск, она поднимается, опускается, как фактически космический корабль. Добавлю, что все эти масштабные обновления в театре проходят в преддверии празднования Большого юбилея. Оперному исполняется 75 лет, и праздновать эту круглую дату мы будем в конце этого сезона. Иван? Спасибо. Алексей Кудинов об открытии после реконструкции главной сцены оперного театра. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если бы знали, откуда она берется, наверное, она быстрее вылечилась бы. И быстрее бы, и эффективнее. И после к нам подходили люди, уже говорили, как понравился им наш танец именно, потому что, ну, наш танец отличался. Именно из-за того, что мы были из России, и русская культура для них совершенно незнакома. Работа с глиной требует усидчивости. Сейчас мы будем делать самое простое. Вот такой магнитик мышь на холодильник. Для этого необходимо специальным инструментом, струной, отрезать кусочек глины и размять его. В Новосибирской областной больнице готовятся к пересадке костного мозга. Раньше в регионе такую процедуру выполняли только в Институте клинической иммунологии. Однако 45 трансплантаций по квотам для области недостаточно. Диагностики и лечения гематологических заболеваний в сюжете Натальи Цопиной. Кашлял весь август, потерял 10 килограммов веса, тянул до последнего. Роман Гергерс вспоминает, к терапевту вели практически за руку и сразу попал в водоворот обследований. Лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Сейчас пациент в гематологическом отделении областной больницы, в асептическом блоке. Стерильная палата, куда не пускают даже родственников. Мир ограниченный, но во много раз чище, говорит Роман. Здесь научился ценить время. Врачам верит безоговорочно. Ждет, что с болезнью научится справляться легко. Если бы знали, откуда она берется, наверное, она быстрее бы лечила. И быстрее бы, и эффективнее. Но, насколько я знаю, в этой больнице над этим очень сильно работают. В асептическом блоке самые тяжелые пациенты со всей области. Гематолог Светлана Соболева работает уже 16-й год. Сложностей не боится. Мне нравится вести пациентов с острыми лейкозами, тяжелых пациентов. Тех, над которыми нужно работать командой. Это реаниматологи, нефрологи, диализные залы. Светлана Николаевна в числе врачей, которые прошли обучение по пересадке костного мозга. Уже скоро ее начнут выполнять в Новосибирской областной больнице. Первыми пациентами станут больные с мейломой. В регистре сейчас 250 человек. В половине из них показана аутотрансплантация. Пересадка собственных стволовых клеток. Это не является исцелением от этой болезни. Это является консолидирующим этапом лечения. То есть это подтверждение закрепления ремиссии, которые мы получаем на фоне химиотерапии. Проводить процедуру будут в асептическом блоке. Иммунная система пациента в этот момент не работает. Пациент может погибнуть от септического процесса, от пневмонии, от каких-то грибковых инфекций, вирусных инфекций. И поэтому для того, чтобы справляться с этими осложнениями, должно быть многопрофильным учреждением. Таким учреждением является сегодня областная больница. Более того, есть опыт пересадки органов. На трансплантацию костного мозга в областной больнице уже получили лицензию. Сейчас ждут поставку дополнительного оборудования. Наталья Цупина, Алексей Зубила. Новости ОТС. Скорая помощь в Куйбышевском районе сменила прописку. Раньше отделение располагалось в старинном здании, которое много лет не ремонтировали. И условия для работы медиков оставляли желать лучшего. Что изменилось для сотрудников, но останется неизменным для пациентов, знает Оксана Тимошенко. Анэдоскоп, тонометр давления измерять. Здесь под шприцы, под ампулы, чтобы на вызовах ничего не оставлять, все с собой забираем. Здесь все утилизируется, обрабатывается. Глюкометр. Перед началом смены обязательная проверка сумки-укладки. Сергей Платонов в скорой 6 лет. Говорит, трудной работе уже привык. Теперь вот приспосабливается к новым условиям. Лучше намного. Здесь место отдельное. Там как-то все в куче было собрано. А здесь гардероб отдельно. А там раньше все в одной комнате было. И раздевались, и переодевались. Сейчас все по отдельности. Чисто здесь. Все новое. Переезды сотрудники скорой помощи ждали десятки лет. О прежних условиях рассказывать не хотят. Теперь у них помещение в разы больше старого. Качественный ремонт, кабинеты для приема пациентов, комнаты отдыха и даже собственная кухня. Созданы условия, можно сказать, и для машин. Теплые гаражи отапливаемые, что для нас очень важно, потому что в машинах у нас содержится наше медицинское оборудование. Вопрос с переездом под станцию решился год назад, после визита губернатора Андрея Травникова. На ремонт здания для скорой из областного бюджета выделили 28 миллионов рублей. Переезд уже заканчивается. Конечно, внутри надо наводить порядок. Где-то лежат мешки с расходным материалом, где-то еще стулья не очень хорошо все прикручены, где-то мебель не вся собрана, мебель тоже новая. Помимо этих 28 миллионов, Министерством здравоохранения 2 миллиона выделено на мебель. То есть ее сейчас тоже собирают. Смена адреса скорой помощи никак не отразится на времени прибытия бригады к месту вызова. Отделение, хоть и расположено сейчас далеко от центра, в любую точку города медики смогут добраться в течение положенных 20 минут. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Лаврентьев и другие в Новосибирском Академгородке открыли интерактивную выставку-инсталляцию. Среди экспонатов не найти многотомных научных трудов известных академиков, но можно в деталях рассмотреть предметы быта ученых. Как они жили, кого любили и учили, какую музыку слушали, попыталась понять Екатерина Тихомирова. Руками трогать – это первое, что подкупает посетителей выставки. Ни один предмет от лабораторной колбы прошлого века до английской посуды с клеммом 19-го не спрятан здесь под стекло. Любой экспонат доступен. Хранит тепло, передает атмосферу. За каждым – история. Газеты, письма или что-то такое. И вот это на самом деле представляет самый большой интерес, потому что мы немножко играем в детективов, когда мы видим газеты, в которых упоминается Сахаров, в который еще не вопали, в котором пишется о гастролях Лотар Шевченко, которая только что вернулась из лагерей. А о тех, кто пестовал идею создания Академгородка и его институтов, здесь можно услышать и совершенно удивительные истории. Многие будущие ученые, дети из дворянских семей, которым после революции пришлось даже менять фамилии, чтобы учиться, а затем работать в стране советов. Чего стоит история академика Христиановича, мальчика-беспризорника, который торговал папиросами и при этом блестяще говорил по-французски? Или академика Липунова? Человек очень значимый для Академгородка. Человек, который физмат-школу инициировал ее появление здесь и развитие. И вот как раз это то, о чем я и говорю. Если, ну, может быть, взрослым, конечно, наверное, интереснее, чем маленькому ребенку, но вот биографии, фотографии родственников – это весь княжеский род Липуновых. Таблицы логарифмов с авторскими пометками из личной библиотеки математика, бархатная шитая золотом обеденная скатерть из гостиной кандидата технических наук, фотографии из семейного альбома профессора биологии. И кукла – черты лица, которые так сильно напоминают основателей первого директора Института ядерной физики Герша Буткера. Это, пожалуй, самый молодой экспонат на выставке уже из наших дней от благодарных потомков создателям Академгородка. Его славные истории, углубляться в которую, рассказывать, слушать и смаковать, можно бесконечно долго. Прощайте вы, прощайте писать, не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Екатерина Тихомирова, Александр Ведерников, Новости ОТС. Фильм «Дерзкие лососи» шеф-редактора службы информации канала ОТС Светланы Антимоновой стал победителем международного конкурса Олимпийского комитета России. В эти минуты в Москве проходит церемония награждения. «Дерзкие лососи» — это и название спортивной команды, и название документальной ленты об экспедиции сибирских альпинистов в Киргизии, в ущелье Алла-Арча. Спортсмены дерзнули собрать во время одного автономного траверса 11 вершин, причем в условиях зимы. Это уникальное по длительности и масштабу предприятие. В съемках фильма принимали участие и профессиональные журналисты, и любителей была использована в том числе мультипликация. Добавлю, что Светлана Антимонова уже в третий раз за свою карьеру получает призы от Олимпийского комитета. Обское море увидели ребята из 70 стран мира. Ученицы физико-математической школы при НГУ впервые приняли участие в международном фестивале «Геофест». Девушки сняли ролик о том, как можно и нужно заботиться о природе, и с ним отправились в Индию, где работа школьниц заняла второе место. С юными жительницами Новосибирска, которые уже всерьез думают о решении экологических проблем, встретилась наша съемочная группа. Три с половиной минуты заботы о природе глазами новосибирских школьниц. Этот ролик на берегу Обского водохранилища девчонки сняли еще в сентябре. А уже в ноябре отправились с ним в Индию, чтобы рассказать всему миру, как в Сибири предлагают решать проблемы экологии. Это проблема каждого человека, и, на мой взгляд, это проблема какого-то экологического воспитания. То есть очень часто люди просто не понимают, что вот ты жвачку выбросил, это потом может стать чем-то глобальным. Чисто там, где не мусорят и убирают. Потому что даже если ничего не делать, может появляться что-нибудь нехорошее. Точно так же, если вы не будете протирать пыль в квартире, но при этом не разбрасывать по ней мусор, она все равно будет нечистой. Девчонки в теме экологии не новички. Например, Виолетта – призер Всероссийской Олимпиады школьников. Ее соратница Ксюша организует сбор мусора и успешно вовлекает в это своих сверстников. Поэтому представление России в Международном экофестивале – закономерное продолжение их ежедневной работы. Тема была «Природа делает нас людьми». Во втором туре, в котором нужно было за полчаса написать еще одну речь, там я говорила о том, что, ну это по цитате, «Тысячи людей могут жить без любви, но ни один не проживет и дня без воды». Геофест организовала самая большая школа в мире, где учатся 55 тысяч ребят. Участниками Олимпиады стали команды из 70 стран мира. Это дало возможность ребятам не просто познакомиться и пообщаться, но и рассказать о культуре своей родины. Новосибирские школьницы поразили всех своим зажигательным национальным танцем. И после к нам подходили люди, уже говорили, как понравился им наш танец именно, потому что, ну, наш танец отличался. Именно из-за того, что мы были из России, и русская культура для них совершенно незнакома. Вот, то есть им безумно понравились и костюмы, и как мы там улыбались, и как мы кричали. То есть для них это было что-то такое новое. Юные сибирячки говорят, для них Геофест стал хорошей мотивацией двигаться дальше. Некоторые из них уже решили связать свою жизнь с экологией. Алина Штоколова, Алексей Погодин, Новости ОТС. 7 декабря в Новосибирске стартует 15-й международный фестиваль керамики. Сотни мастеров из разных регионов России и других стран будут соревноваться в гончарном искусстве. Везут с собой вазы, сервизы, чайники и предметы декора. Сейчас участники отрабатывают редкие техники. Екатерина Стывко продолжит тему. У студентов НГТУ пара. Технологии изготовления предметов из керамики. Елизавета Вельба обрабатывает глиняную тарелку. Готовит ее к декорированию. На фестивале представит несколько своих работ. В прошлом году я участвовала. У меня третье место занялось. Я поэтому хочу еще участвовать. Эта группа четверокурсников инклюзивная. Здесь учатся слабослышащие ребята. Каждый день за работой проводят по несколько часов. Чтобы сделать, например, такого кота, необходимо потратить не одну неделю. Вылепить каждую деталь, высушить, обжечь в печи при температуре полторы тысячи градусов. Процесс трудоемкий, но начинали все с малого. Работа с глиной требует усидчивости. Сейчас мы будем делать самое простое. Вот такой магнитик мышь на холодильник. Для этого необходимо специальным инструментом, струной, отрезать кусочек глины и размять его. Материал достаточно пластичный и, кстати говоря, холодный на ощупь. И затем вмять глину в специальную форму. Подобная работа на соревнованиях призового места, конечно, не займет. Но на выставку в своей категории сложности попасть могла бы. Как рассказали организаторы, фестиваль открыт для всех. И для совсем юных мастеров, и любителей, и профессионалов. Побороться за главный приз приедут керамисты из Узбекистана и Франции. Старт 7 декабря. Главная выставка в Новосибирском художественном музее. На ней представят больше тысячи разных изделий. Но оценивать будут не только уже готовые предметы. В программе мастер-классы и соревнования. В Институте социальных технологий и реабилитации 17 числа пройдет конкурс «Агитфарфор». То есть мы уже несколько лет подряд проводим конкурс по надглазурной росписи. Нынче мы взяли посвященную году театра и посвященную предстоящему юбилею Новосибирского театра оперы и балета. Ребята готовятся, эскизы в разработке. Подробностей всех конкурсов организаторы не раскрывают. Известно, что в один из дней фестиваля участникам предстоит сделать необычные чайники. Оценивать работы будет строгая жюри. Основные критерии – мастерство исполнения, соответствие заданной теме и художественный образ. 15-й международный фестиваль керамики будет проходить в Новосибирске до 20 декабря. Екатерина Стывко, Александр Ведерников. Новости ОТС. К другим темам. Переохлаждение головы может подорвать иммунитет, поэтому врачи не рекомендуют ходить зимой без шапки, особенно в Сибири. Выбрать стильный и теплый головной убор можно на выставке «Тысяча шапок». По многочисленным просьбам горожан, выставка «Сто шапок» снова работает в Новосибирске. Последняя в этом году. Там представлены самые популярные модели для разных возрастов, типажей и достатка. От классических до ярких и экстравагантных. С модными принтами и вышивкой ручной работы. Из искусственного и натурального мехов. По последнему слову моды. В этом году очень популярны классические береты, выполненные в разнообразной цветовой гамме, без единого шва из канадской норки. Цены на береты из мутона – 1900 рублей. Из норки – от 4900. Галина выбрала шапку из цигейки. За обновкой приехала из Академгородка. Сколько перемерила. Вот это одела моя. Понравилось? Понравилось. Большой выбор изделий для мужчин. Кепки, формовые шапки, полностью из меха и комбинированные с кожей и замшей. Новое поступление детских головных уборов. Весь товар новосибирского производства – фабрики «Мартен». Также можно приобрести варежки, шапки и носки из верблюжьей шерсти. Выставка работает до 1 декабря включительно с 10 до 19.00. В ДК «Прогресс». Елена Мершниченко, Борис Гладких, Новости ОТС. И в завершение хоккея. Сибирь сегодня проведет вторую игру выездной серии. Один из самых западных матчей сезона против финского «Йокерита» станет очередным испытанием для подопечных Николая Заварухина. Напомню, что сибиряки не могут одержать победу уже 8 матчей подряд. Ближе всего к виктории новосибирский клуб был в предыдущем матче. В Казани наша команда дала бой Акбарсу, лидеру континентальной хоккейной лиги, уступив лишь в серии буллитов. Сейчас Сибирь остается за пределами кубковой восьмерки. Сегодняшний соперник «Йокерит» в западной конференции занимает седьмую строчку, набрав на 4 очка больше сибиряков. Финский клуб традиционно показывает зрелищный и результативный хоккей, чередуя победы и поражения. Матч между командами станет первым в сезоне. В предыдущем розыгрыше в обеих встречах победу праздновали финские хоккеисты. Прямую трансляцию игры смотрите в эфире ОТС в 23.30. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. Хороших вам выходных и до встречи. Здравствуйте. Прогноз на 30 ноября. На территории Новосибирской области будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На юго-западе области днем в Багане и Купино минус 13, минус 11. По северо-западу днем в Барабинске и Чинах минус 12, минус 10. В Кыштовке минус 11, минус 9. В юго-восточных районах в Сузуне минус 13, минус 11. В Маслянино и Эйскитиме минус 12, минус 10. В северо-восточной части в Колыване и Тагучине минус 12, минус 10. В Новосибирске 30 ноября по данным сервиса Яндекс.Погода будет пасмурно. Ветер южный 2,7 м в секунду. Влажность 87%. Температура ночью минус 14, минус 12, днем минус 12, минус 10. Атмосферное давление 762 мм. На этом о погоде все. С вами была Ольга Лихачева. Удачных выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»